...страхование, дорожный фонд, фонд инвалидов, фонд репатриации, фонд приватизации. На содержание только аппаратов небюджетных фондов государство тратит в год около 40 миллионов рублей. В сфере финансового контроля. Контрольная палата, казначейство, КРУ, Минфина, АБЭП при МВД, КРУ при администрации города Сухум, финмониторинг при Национальном банке, прокуратура, Министерство по налогам и сборам, Государственный таможенный комитет. В сельскохозяйственной сфере. Ветеринарная служба, карантинная служба, служба защиты растений. В правоохранительной сфере. МВД, СГБ, ГСО, Совбез, Советник президента по работе с правоохранительными органами, курирующий работу правоохранительным органам. Того, кто нацелен на проведение реформ, а не на трудоустройство в каких-то корыстных интересах, такое положение дел устраивать не может. Второе, законодательное обеспечение реформы органов государственной власти и управления. О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Абхазия по вопросам противодействия коррупции и открытости публичных органов. О порядке транспортного обслуживания публичных служащих и депутатов. Об обеспечении доступа к заседаниям публичных органов, о публичных закупках, о государственной и гражданской службе и другие. Вышеуказанные законопроекты содержат в том числе новые для Абхазии правовые определения, которые не позволят правоприменительным органам по-разному интерпретировать основные понятия, от правильного понимания которых зависит эффективная реализация самих законов. Выше приведенные законопроекты предполагают обеспечить прозрачность и открытость деятельности публичных органов, то есть госорганов, получателей бюджетных средств, в частности информации, касающие использования средств, выделенных из государственного бюджета. Законопроекты также предполагают создание правовых условий для развития института под отчетности публичных органов, госорганов, а также способствует созданию эффективного механизма общественного контроля и борьбы с коррупцией. Коррупция и незаконное обогащение – это одна из самых полезных проблем абхазского общества. Предлагаем внесение дополнений в закон Республики Абхазия о противодействии коррупции, направленных на достижение цели, ради которого был принят этот закон. Главу 4 закона РА о противодействии коррупции необходимо дополнить статью 14.1 «Антикоррупционные ограничения», по которым публичные служащие принимают на себя антикоррупционные ограничения. Первое – осуществление деятельности, не соответствующей деятельности должностным служебным функциям. Второе – недопустимости конфликта интересов, недопустимости совместной службы близких родственников, согласию публичных служащих. На принятие антикоррупционных ограничений фиксируются кадровыми службами. Непринятие антикоррупционных ограничений публичными служащими влечет отказ к приеме на должность, либо увольнению с должности. Законопроект впервые на уровне закона предусматривает понятие конфликтов интересов на публичной службе. Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и регулированию конфликта интересов, влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им должностных обязанностей. Законопроект связывает личную заинтересованность с возможностью получения доходов за совершение определенных действий. Также законопроект закрепляет основные аспекты порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов. Принимается норма, которая впервые определяет, что публичные служащие подлежат увольнению в связи с утратой доверия, а именно, первое, непринятие лицом мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно является. Непредставление лицом сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательных имущественного характера и членов своей семьи, либо представление с заведомо недостоверных или неполных сведений. Участие лица в деятельности коммерческой организации и т.д. Сведения о применении к публичному служащему, взыскании в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения включается публичным органом в реестр лиц уволенных в связи с утратой доверия сроком на 5 лет с момента принятия акта, явившегося основанием для включения в реестр. Реестр подлежит размещению на официальном сайте соответствующего публичного органа. Внесение изменений в законный рак о противодействии коррупции потребует внесения изменений в действующее уголовное законодательство. Главу 30. В Уголовный кодекс Республики Абхазия предлагается внести ряд изменений в частности. Главу 30. Преступление против государственной власти, интересов государственной службы в органах местного самоуправления, дополнить статьями 295.2 и 295.3 следующего содержания. Статья 295.2. Непредоставление в срок декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, либо представление в ней заведомо недостоверных или неполных сведений. Непредоставление в срок безуважительной причины декларации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, либо предоставление в ней заведомо недостоверных или неполных сведений лицами, обязанными подавать декларацию, наказывается лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. Статья 295.3. Незаконное обогащение. Незаконное обогащение, то есть значительное увеличение доходов должностного лица депутата органа местного самоуправления, превышающего его законные доходы, которые оно не может разумным образом обосновать или подтвердить законность их происхождения, наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет. То же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность Республики Абхазия, депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия, а равноглавой органа местного самоуправления, наказывается лишением свободы от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Таким образом, предусмотрена уголовная ответственность за несоответствие стоимости имущества декларированным доходом. Вводится строгий порядок декларирования.